В прошлом видеоролике мы вывели дифференциальное уравнение для ступенчатого воздействия на Rc-цепь и обнаружили, что это уравнение неоднородно, а значит решить его будет гораздо сложнее. Но затем у нас возникла идея, и мы решили разбить задачу на две подзадачи – свободную реакцию и вынужденную реакцию. Перед нами две копии схемы одной и той же цепи. И на первой схеме мы рассчитаем свободную реакцию, а на второй мы рассчитаем вынужденную реакцию. Итак, начнем со свободной. Мы предполагаем, что начальные условия в этом случае совпадают с теми, что были в задаче, а именно заряд Q и напряжение U0 на конденсаторе. Давайте я подрисую на схеме. На конденсаторе накопился заряд Q, а напряжение на нем равно U0. И в нулевой момент времени подаваемое напряжение падает до нуля. И тогда в цепи образуется так называемый свободный переходный процесс. Что происходит? Мы, по сути, полностью отключаем источник напряжения и понижаем напряжение до нуля. Это все равно, что закоротить цепь, то есть для вывода переходного процесса при понижении напряжения до нуля, мы, по сути, убираем источник напряжения и замыкаем цепь напрямую. Вот так. А поведение такой цепи мы с вами уже разбирали. Если вы не смотрели видеоролик, то настоятельно рекомендую его посмотреть. А я сейчас просто запишу полученный в нем ответ. Обозначу плюс, минус, пусть это будет УН, У натуральное. Оно равняется некой константе КН на Е в степени минус Т на РЦ. Это свободная реакция РЦ цепи. Возьмем эту формулу в рамку, чтобы мы ее не потеряли. Я оставил перед Е константу. Что это за константа, чему она равна, мы выясним чуть позже. Теперь давайте рассмотрим вынужденную реакцию. Для вынужденной реакции мы считаем начальные условия равными нулю, то есть на конденсаторе нулевой заряд. И, как следствие, начальное напряжение на конденсаторе равно нулю. Вот что я понимаю под нулевыми начальными условиями. И в нулевой момент времени мы подаем на цепь напряжения УС. То есть после нулевого момента времени это будет уже не У маленькое С, а У большое С. Теперь давайте я напомню, какое дифференциальное уравнение мы собираемся решать. С умножить на ДУ по ДТ, я добавлю индекс Ф, форсирование, плюс единица на Р умножить на У, форсированное. И это все равно единицы на Р умножить на УС. Здесь я могу написать большую У, потому что мы решаем уравнение вот для такого условия. Вот так выглядит дифференциальное уравнение для вынужденной реакции. И как в случае с естественной реакцией, мы попробуем угадать ответ. Попробуем угадать, как выглядит функция УФ. Затем подставим ее в наше неоднородное уравнение и проверим, подходит ли угаданный ответ. Я предлагаю подобрать функцию, похожую на УС, на подаваемое напряжение. Что такое у нас УС? УС – это константа. Давайте предположим, что функция для вынужденной реакции равна некой константе. Обозначим ее КФ. Чтобы проверить ответ, подставим его в дифференциальное уравнение. Получается С умножить на производную КФ по времени, плюс единица на Р умножить на КФ равно единица на Р умножить на УС. И смотрите, какая интересная вещь у нас происходит. Чему равна производная константы по времени? Это будет просто ноль, а значит, все первое слагаемое в дифференциальном уравнении стало нулем. Останется единица на Р умножить на КФ равно единице на Р умножить на УС. Отсюда КФ равняется УС. Таким образом, функция вынужденной реакции УФ равняется УС. Итак, теперь у нас есть формула для свободной реакции и формула для вынужденной реакции. Эта формула равна просто константе УС. И теперь можно вывести общую реакцию. Обозначим ее УТ. Общая реакция равна сумме естественной реакции и вынужденной реакции. Мы воспользовались принципом суперпозиции. УТ равняется некой константе К умножить на Е в степени минус Т на РС и плюс вынужденная реакция плюс УС. Мы почти закончили. Осталось только найти значение вот этой константы, коэффициента при экспоненте естественной реакции. Мы знаем, что в нулевой момент времени напряжение У становится равным УС. Осталось найти некую точку, в которой мы будем знать значения Т и УТ. Тогда мы сможем подставить их в формулу и вычислить отсюда КН. И самая удобная точка – это момент времени, когда Т равно нулю, чему равно в этот момент времени У общее. Давайте вернемся немного назад. Вот у нас схема цепи, на которой мы выводили формулу вынужденной реакции. Я сотру все лишние подписи, и будем считать, что это общая цепь, на которой происходит общая реакция на ступенчатое воздействие. Чему равнялось начальное напряжение на конденсаторе? Очевидно, в нулевой момент времени напряжение на конденсаторе равно У нулевому. До нулевого момента времени мы подавали на цепь напряжение У нулевое, и такое же напряжение установилось на конденсаторе. Значит, это же значение можно подставить в формулу У нулевое. Давайте теперь подставим значение Т равно нулю и УТ равно У нулевое. Формулу. Получится У нулевое равняется константе КН умножить на Е в степени минус 0 на РС плюс УС. Отсюда КН равняется, Е в нулевой степени равняется единице. Значит, справа здесь остается только КН плюс УС. А значит, КН равно У нулевое минус УС. Вот мы и получили КН. И теперь мы можем записать окончательную формулу реакции РЦЦП на ступенчатое воздействие. УТ равняется КН равное У нулевому минус УС умножить на Е в степени минус Т на РЦ плюс УС. И вот это и есть реакция цепи на ступенчатое воздействие. Мы смогли решить нашу задачу в два этапа. Сначала мы вывели формулу свободной реакции, затем вынужденной реакции. Далее мы сложили обе формулы и вычислили неизвестную константу, затем получили ответ. В следующем видео мы рассмотрим пример с конкретными значениями сопротивления, емкости и напряжений. И посмотрим, как работает эта формула. Спасибо, что подписываетесь на наш канал. Мы будем рады услышать ваше мнение по поводу этого видео. Если у вас возникли вопросы касательно данного видеоролика, то напишите их в комментариях, и мы с удовольствием постараемся ответить на них. Спасибо. Спасибо.